ребята всем привет у нас было уже такое видео разговорное на тему новых реалий которых мы сейчас живем и что нас ожидает в будущем мне очень лестно и приятно что так много людей посмотрела и разделяет или может быть в отдельных случаях не разделяет мое мнение об этом но тем не менее считаю необходимым ответить на один по сути комментарии от разных людей то есть у нас образовалось энное количество шариковых в комментариях которые считают что все нужно отнять и поделить взять все да и поделить и думал именно это я и полагал и что самое страшное это то что они призывают всех бороться со спекулянтами которые покупают за 3 копейки продают за безумные бабки зарабатывает 100 500 миллионов концов а помимо этого еще и есть такой вот интересный сейчас тренд это писать что доллар с прошлого выпуска опустился очень сильно и сейчас центробанковский курс около 80 рублей то что сейчас практически уже все вернулось на те цифры которые были до всех спец мероприятий которые сейчас проводятся что я хочу на это все сказать дело в том что помимо того что есть некая цифра на которой очень легко можно посмотреть на сайте центробанка или где-то еще существует еще и реальность а реальность такова что тот курс который мы видим сейчас нарисованный на сайте центробанка это результат государственной интервенции то есть государство ввело регулирование курсами валют что в этом хорошего и что плохого хорошая это конечно красивая цифра плохое это то что курс этот нереальный реально сейчас купить доллары в москве и вообще в россии не представляется возможным официально естественно есть неофициальный рынок валют это частники которые продают валюту друг другу на этом рынке реальный курс на сегодня когда мы снимаем это видео это 1 апреля как бы это смешно не звучало но курс сейчас от 90 до 95 рублей за доллар на неофициальном обменном так вот на на неофициальной обменной площадке где хотя бы можно доллара каким-то образом купить вывести доллары даже своего счета банковского не представляется возможных просто нет банкоматах их не выдают в банках и это все очень плохо плохо это не только потому что мы так хотим и любим зеленые бумажки хотя мы конечно безусловно очень их любим но смысл в том что эти все сложности увеличивают финальную стоимость товаров и услуг и мы являемся только частью этой цепочки то что у нас ремонт и продажа деталей становятся очень дорогими в силу очень серьезных проблем с привозом их в россию как минимум потому что это стало делать очень сложно потому что помимо всего прочего валюту из россии даже вывести уже нельзя наличную ни в каком виде безнальные платежи переводы и так далее наши карточки за границей не работают это все естественно увеличивает стоимость товаров но поскольку мы работаем на рынке то как только доллар упал за ним посыпались и цены на агрегаты и не только на агрегаты на прочие запчасти они посыпались вниз потому что то что покупалось за доллара если имеется вообще в принципе какая-либо перспектива привести новую поставку естественно есть смысл продавать если есть смысл продавать то и цена начинает падать вслед за рынком потому что рынок чутко реагирует и те кто хотят сильнее продать начинают снижать цену цена в целом опускается потому что существует нижняя рыночная цена верхняя рыночная цена и некая средняя цена для подобных товаров и в любом раскладе то есть вот мы опустили цену уже на 30 процентов вниз на опять же сегодняшнее число это 1 1 апреля исходно при росте доллара больше чем в два раза мы подняли цену всего на 50 процентов потому что как-то нам в голову не пришло что можно поднять на 100 да и мне кажется что ничего бы мы тогда не не продали почему мы это сделали почему мы не стали просто сидеть и ждать потому что нам нужно работать оплачивать аренду воплатить зарплату персоналу и так далее почему мы подняли цену вверх потому что мы просто не знаем что будет дальше мы не знаем будет ли долго дальше расти будет ли доллар оставаться на том же уровне и так далее то есть то что мы сейчас видим что курс опустился во-первых это не значит что так и будет дальше а во вторых это абсолютно не было очевидно на тот момент времени когда снималась первое видео когда курс был 120 130 150 даже 170 рублей за доллар в отдельных конкретных случаях так вот обращение к шариковым шурмы смешно просто я заговорил про шариков и рыгаюсь шурмы то есть она из собачатины что ли шариков из меня выходит так вот мое обращение к господам шариковым и тем кто просто недопонимает реакция рынка на любые потрясения внешние она естественно это не спекуляция и вообще в принципе спекуляция и в нашем понимании бизнес это одно и то же те кто говорят о спекуляции просто не понимают как работает рынок и не умеют считать они не понимают почему организация продает что-либо дороже чем купила для огромного количества людей это совершенно не очевидно они считают что абсолютно было бы нормально съездить за границу привезти товары и продать их за те же деньги за которые они куплены там и в общем принципе все потому что это честно и справедливо но потому что какого хрена эти перекупы они вот туда вот поехали сюда приехали бабки подняли абсолютное непонимание вот в этом вопросе меня сильно настораживает и напрягает я не понимаю почему так почему люди считают что работа по доставке чего бы то ни было для того чтобы это потреблялось на локальном рынке работой для них не является то есть видимо на заводе крутить ручки станков это работа заниматься торговлей закладывать огромные свои личные риски нести репутационные потери в случае чего-либо каких-либо проблем иметь достаточно серьезные нервные геморрои по поводу там нервные геморрои так говорят вообще нет нервные потрясения нарушенных сроков поставки вот и прочих различных нюансов и проблем а также конечно большого процента различных сложностей при работе таких как например попадание воды в какие-то двигатель ну в нашей ситуации так далее это очень странно ну и конечно почему я говорю о том что так нам в общем-то и надо и почему я говорю о том что все что происходит сейчас повлияет на всех да все очень просто потому что увеличение стоимости любой в рамках рынка повлечет удорожание опять же всего потому что в наш сегмент это запчасти они завязаны не только на личном транспорте но и на коммерческом вот это детали тракторов которые занимаются возделыванием земли для того чтобы просто получить банально урожай в новом году до соответственно не будет этих запчастей то возврат к лошадкам он будет достаточно долг и сложен это также логистика то есть это детали запчасти грузовиков масла которые подорожали просто немыслимо все это она влечет удорожание стоимости конечного продукта потому что если у вас стоимость логистики вырастает то тот хлебушек который вы любите покупать и который находится в голове у некоторых товарищей вы даже этот хлебушек начинает дорожать причем дорожать довольно сильно довольно должно быть вы заметили что у нас на полках в некоторых магазинах пропал сахар вот а когда он появился то цена его стала дороже в два раза все дело именно в этом в том что логистические цепочки сломаны они восстанавливаются и пока это все будет происходить цена будет расти и больно будет всем и все будут на это реагировать и то что бизнес начинает поднимать цену это не потому что он раздувает себе прибыль сиюминутно а это потому что он себе копит какую-то подушку безопасности на различные сложности которые возникнут в будущем они обязательно возникнут поэтому говорить о барыжничестве спекуляции еще каких-то странных вещах на мой взгляд абсолютно неверно и неправильно потому что от работы бизнеса напрямую зависит экономика страны в целом кстати ребята мы напомню открываем новое направление мы будем собирать для сторонних организаций контейнеры или сборные грузы из эмиратов мы будем грузить двигатели из еще раз но тихо начинаем новое направление деятельности мы начинаем грузить и доставлять контейнеры из эмиратов грузить японские и австралийские агрегаты для тех кому это нужно это будет как цельный контейнера так и сборные грузы так что если кому-то надо обращайтесь все контакты есть в описании пишите звоните телеграфируйте мы уже набрали первую партию значит жаждущих и страждущих и в мае если все будет хорошо мы поедем и погрузим первую партию товара давайте я вам покажу разговор у нас не клеится есть еще одна вещь которую очень бы не хотелось чтобы она произошла но к сожалению боюсь что в каком-то смысле это будет неизбежно дело в том что на заре разборок вот когда-то это когда это было там конец девяностых начало двухтысячных основы и всех разбираемых агрегатов автомобилей пардон составляли автомобили угнанные в случае если проблемы с логистикой обострятся если людям будет сложно или невозможно покупать что-либо за границей то ряды соответственно разобранных автомобилей пополнит автомобили таки местные и эти местные автомобили в довольно большой части могут стать разворованными дело в том что тут третьего дня я видел картину стоял целый ряд автомобилей без колес то есть что-то уже начало идти не так так вот ребята будьте внимательны и осторожны потому что в случае роста дефицита обычно возникает криминал криминал как вы догадываетесь это очень прискорбно но пожалуй неизбежно в тех реалиях которые могут возникнуть но я искренне надеюсь что все это мероприятие закончится раньше и все-таки наладится рынок потому что отсутствие рынка приводит к росту криминала и увеличению количества нищих напомню был у меня тезис касательно разделение людей на социальные сословия это нищие бедные и богатые и меня спросили где же в этом разделение кроется средний класс средний класс по русски это люди бедные которые не могут себе позволить в большинстве случаев купить какие-то серьезные крупные вещи без длительные предварительной подготовки в каких-то других странах сделано это все несколько иначе и там доход людей выше и средний класс там по-другому считается дело в том что в россии бедные и нищие на одной стороне и богатые на другой по той причине что банковская система работает не без нюансов и основным нюансом является то что проценты по кредитам очень высокие в европе других странах это совершенно иная ситуация и там можно взять ипотеку под один процент у нас взять ипотеку как вы знаете под один процент нельзя и люди с удовольствием берут кредиты не потому что у них нет денег а потому что это очень удобно а вот у нас люди берут кредиты не потому что это очень удобно а потому что у них нет выхода и это ведет к тому что люди еще больше нищают разделение на сословия происходит именно таким образом, что поскольку в России нет возможности брать какие-то адекватные кредиты и также нет возможности прогнозировать какие-то длительные промежутки по своим доходам, отсюда и большое количество людей, которые из бедных переходят в категорию нищих. Не все нищие не могут позволить себе машину. Не все бедные настолько бедны, как те бабушки, которые выстраиваются в очереди за сахаром. Но тем не менее разница между самым богатым из категории бедных и самым бедным из категории богатых это миллиарды, просто миллиарды рублей. Это огромный разрыв социальный, который абсолютно ничем не заполнен, там вакуум. Поэтому среднего класса как такового в России в общем-то особо и нету. И все его остатки, вот верхняя прослойка бедных людей сейчас либо уезжает, либо вымирает. То есть она переходит в другие категории. Станет ли от этого меньше автомобилей, станут ли люди меньше ездить? Должно быть нет, потому что во многих случаях автомобиль это необходимость. Поэтому будет как-то это все продолжает существовать, в каком виде я не совсем понимаю. Возможно мы в скором времени пересядем на лошадей, а я начну заниматься их подковыванием. Ну, впрочем, у меня это не так уж и плохо получается, так что можно и лошадей паковать. Так что нормально. Как-то прорвемся. У нас в любом случае найдется решение на все сложившиеся вопросы и уезжать отсюда мы не будем. Остаемся. Субтитры сделал DimaTorzok